Добрый день! На часах 12.30 в эфире телеканала Юрген. Время новостей. В студии Денис Сидоров. Денис Сидоров. Денис Сидоров. Работы продолжаются. Министерство экономического развития КОМИ разработало карту точек экономического роста муниципальных образований, с помощью которой любой житель республики может предложить новый перспективный проект. Карта представляет собой форму из шести разделов, в которых предлагается указать ресурсы, имеющиеся на территории муниципалитета, использование которых необходимо активизировать. Предложить свои варианты по использованию данных ресурсов, указать, каких результатов можно ожидать при успешной реализации, а также описать возможные объемы и источники государственной и муниципальной поддержки. Карта точки экономического роста муниципальных образований республики – это инструмент, позволяющий на основе имеющихся ресурсов предложить перспективные направления развития муниципалитета, заявил министр экономического развития республики КОМИ Антон Фридман. Депутаты Совета Княжпогодского района большинством голосов утвердили исполняющего обязанности руководителя администрации Княжпогодского района Наталью Хлюпину. До этого назначения она работала заместителем Виктора Попова, который был задержан и решением Сыктывкарского суда, арестован до 6 августа. Напомним, Попову предъявлено обвинение в мошенничестве, в особо крупном размере с использованием служебного положения и злоупотреблении должностными полномочиями. На берегу реки в селе Колва Усинского района местные власти установили два контейнера для бытовых отходов. Так они намерены хотя бы частично решить проблему мусора. Несанкционированные свалки на берегу появляются регулярно. Отходы туда вывозят небольшие предприятия и частники из Усинска. Свою лепту в загрязнение земель вносят также рыбаки и отдыхающие возле реки горожане. Это уже у нас, конечно, как бы крик к души получается, потому что невозможно что-то делать. Мы, конечно, устраиваем постоянно субботники по деревне, по берегу, до кладбища, на кладбище. Хоть как-то убираем мусор, но через какое-то время этого мусора становится еще больше. Очередной субботник в Колве запланирован на 12 июня. Сельчане надеются на помощь городских жителей. Им не помешают дополнительные рабочие руки, инвентарь и спецтехника. Вопросы общественного правопорядка и безопасности дорожного движения двухколесной техники рассмотрели участники прямой линии в Сыктывкарской общественной приемной главы Республики Коми. Отвечая на вопросы горожан, начальник Сыктывкарской ГИБДД Алексей Моисеев рассказал о предложении, с которым госавтоинспекция обратилась в администрацию города Сыктывкара. Установить знаки, запрещающие движение мотоциклов в ночное время. Отметим, что сейчас к автоинспекторам часто обращаются горожане с жалобами на байкеров, которые гоняют по улицам ночью и мешают людям спать. Спортсменка из Коми Юлия Снос накануне на первенстве России среди юниоров по плаванию в Пензе завоевала вторую медаль высшего достоинства. Она стала первой на дистанции 400 метров вольным стилем. Днем ранее спортсменка из Коми стала обладательницей золотой медали на дистанции 1500 метров вольным стилем. Сразу два боксера из Коми поборются за медали в Гаване. Никита Томилов и Никита Елфимов примут участие в международном турнире, который сегодня стартует в столице Кубы и завершится 16 июня. В Гавану спортсмены из Коми отправились в составе сборной России. По словам тренеров для ухтинца Томилова, этот турнир стал шансом пробиться в основной состав национальной команды. А у сыктывкарца Елфимова есть все шансы выиграть турнир. Это все новости к данному часу в 14.30. Смотрите выпуск новостей на Коми языке. А прямо сейчас я передаю слово Екатерине Борж. Спасибо, Денис.